Всем еха! Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, и оно очень хорошее. Жалко, что выходит осенью, а не летом, было бы намного круче, и оно связано с нашим обожаемым диким вестерном. Так что, седлайте своих коней и поехали! Окей, для начала начнем со странностей. На ранчо Старщайн, в этом загоне, нам добавили вот такие палочки. Я пока нигде не заметила, с чем это связано, но они здесь уже стоят. Я думаю, что это будет связано с обновлением в следующей неделе, потому что на следующей неделе, ребята, у нас день рождения Star Stable. Star Stable исполняется 10 лет, будет, как обещают, на много заданий, и также задания на получение бесплатной лошади от разработчиков на основе лохматиков, то бишь, дикой лошади Юрвика. Да, и в честь сегодняшнего обновления я даже вырядилась целиком и полностью в кайфбовском стиле, одела амуницию, связанную со спиритом, которую когда-то продавали девчонки Форт Пинта, и подходящие нагавочки. Ну и также у меня в ассортименте Лассо, куда же без него? Ну, давайте начинать. Сегодня нам добавили обновленную лошадь Пейнт Хорс, а также новые комплекты амуниции. И это круто. Мне очень нравятся эти недоустки. Но, что говорить, что говорить, давайте просто поедем и посмотрим на этих красавцев. Начнем с лошадки, которая продается в Форт Пинта. И это просто стопроцентная копия моей, чуть ли, по-моему, не самой первой лошадки, которую покупала игрушка Шляйх. И она именно выглядела так, вот почти в один в один. И, боже, она классная. Я, кстати, не знаю, каких я сейчас лошадей буду покупать, не буду покупать. Тут уже, кстати, вот еще один Пейнт Хорс состоит. Но могу сказать вам точно, они классные, мне они нравятся, но анимацию еще не видела. Розовый носик. Нет, видимо, эта лошадь пойдет потом со мной. Итак, давайте же посмотрим. Стоит лошадка 850 СК. Эта лошадь доступна с первого уровня. И все характеристики силы 1, дисциплина 2 и гибкость 3. То бишь, для вестерна это самый идеальный вариант наравне с Квотер Хорсом. И давайте, так как здесь не очень много людей, мы посмотрим сравнение. Как же отличаются эти Пейнт Хорсов от моего Квотер Хорса, которого я взяла. Да, у меня в конюшне лишь один Квотер, не считая магического с Хэллоуина. Как вы видите, у них почти одинаковый круп, однако у Квотера он более круглый. Ну, а также Пейнт Хорса ниже. Или это просто разница такая? Ну, возможно, они одинакового роста в холке именно. Но различие в том, что у Квотера именно опущенная голова, у Пейнт Хорса нет. Это, если честно, меня очень сильно радует, потому что мне очень нравятся Квотеры, но вот эта опущенная голова все-таки мне не нравится. Так что, в принципе, как и в реальной жизни, они очень похожи, потому что, в принципе, они идут из одной родословной, я не знаю. Но здесь это, по-моему, должно было быть прописано, что... Да, вот, что они наравне с американскими Квотер Хорсами и американской чистокровной. По сути, когда-то они, ну, все были близкими родственниками, но сейчас уже не так. В общем, на эту масть мы посмотрели. Теперь давайте же поедем пока что к конному манежу, потому что все остальные масти продаются именно там. И вот мы бежим на всех парах, бежим, бежим, бежим. Тут наверняка много народу. Ну, нет, какое счастье народу здесь на самом деле не так много. Я думала, больше. Наверное, это из-за того, что сейчас среда, день и уже осень, то бишь многие на учебе. Давайте же смотреть. Вау. Вау-вау-ва. Знаете, я очень привередлива к типу пятен, к пеггим лошадкам. Я люблю пеггих лошадок, но если мне не нравится какое-то пятнышко, это будет мне, меня сверлить долго и мучительно. Вот, к примеру, какая-то пятнышко на глазу. Но, в принципе, лошадки классные. А вот эта, кстати, лошадка почему-то мне напомнила своим видом. В фанфиках раньше похожую лошадь рисовали а-ля дочку или сына, спирита и грозы. Ставьте лайки, если у вас была такая же ассоциация. Давайте смотреть дальше. Ой, простите, простите. Тут уже много верхом на этих пейнт-хорсов, и я путаюсь, где кто стоит. Вот следующая лошадка первая. Все мысли о том, что это копия тинкера, которая стоит в Элдоле. Но, знаете, что я скажу, даже если это копия тинкера по масти практически один в один, то мне, пути божьей мой, то она мне даже нравится. То есть нету ничего плохого. Как бы одна масть не привязана к какой-то конкретной лошади. Масть привязана ко всем лошадям, поэтому ничего, мне кажется, плохого в этом нет. О, кстати, да, здравствуйте, кто-то уже успел купить в ранее появленном ларке питомца дня рождения. Я, к сожалению, не была этим человеком, я не успела купить ни одежду, ни питомца, но учтите, что котик выглядит вот так вот, да, питомец дня рождения. Он будет точно таким же, как и бесплатная лошадь. Вот такая вот лошадка. Меня, если честно, смущает вот эта полосочка у нее на моське, она мне не нравится. Сделали бы лучше просто белый фонарь. Но я, кстати, вот такую полоску на лошадях вживую никогда не видела. Ну и даже на фотографиях. И просто для всех любителей серых мастей вот такая вот бегая в яблоко лошадь. У которой, кстати, я ее, вот честно, хочу называть черепушка. Потому что у нее отметина на мосе. У тебя очень важно, когда зевать язычок высовывать. У нее прям черепушка на лице. Правда, я не могу сказать, что это у нее лошадиная, но все равно вот смотрится круто. Вот если бы, кстати, на лошади Хэллоуина был Пейнт Хорс, и у него тоже была бы такая черепушка, это круто. Но мы радуемся тому, что эти лошади продаются просто так, и не нужно ждать ежегодно Хэллоуин. Итак, я пока не знаю, честно, кого я куплю. Я хотела нескольких, но надо решить, с кого начать. Снять видео потом, и просто потестировать, и решить для себя, хочу ли я еще или нет. Также здесь нету одной лошади. Это Гроза и Спирита. Разработчики вроде бы подтвердили, что она будет, но, как всегда, ждем ее в приложении, если она там вообще появится. Или они, опять же, накопят много лошадей и в каком-то обновлении их выпустят, как они, кажется, хотят сделать с Марварой, Фризом, Арабом, Кнап Струппером, Тинкером и еще кем-то, по-моему. Да, так что здесь мы посмотрели все этих чудесных лошадок, но пока что я не могу визжать и пищать, потому что это нужно ощущать. Я куплю потом, сяду верхом, проедусь по полям и уже буду, наверное, кричать от счастья, какие они классные. А давайте пока что посмотрим, они... А вот амуниция, ребята, достойно высшей оценки, я считаю. Вы посмотрите, какое классное вестернское седло. Оно лучше даже тех седел, что были у нас до этого. А вальтрапы... Мне нравятся эти вальтрапы, потому что предыдущие мне как-то не зашли своей цветовой гаммой. Здесь, конечно, как-то моделька самая натянутая, непонятно как, но именно текстура мне нравится. Что у нас по недо... по недоусткам? Так, подними, пожалуйста, мордашку, моя лапочка. У нас вот такие вот недоустки, они четырех оттенков, в принципе, как и комплекты амуниции. Это серебристый, черненький, коричневый и вот такой вот сине-бежевый. Кстати, вот серьезно, они мне все нравятся. Ну, недоустки это такая вещь, что они нужны всегда, и на всех лошадей я вряд ли когда-нибудь смогу купить недоустки, поэтому я думаю, на доустки я скуплю все. Так, вернемся к седлам. Черное, серое, кор... О боже, о боже, какие классные седла. Даже с какими-то а-ля украшениями, или это вышивка, вот эти вот листики, и вот такое вот бежевое седло. Ребята, знаете, я, пожалуй, сейчас перейду на сторону тех людей, которые не возмущаются по поводу отсутствия хороших войсковых седел. Вы просто подумайте, они сейчас очень... Они сейчас очень сильно улучшают нам конкурные седла, вестернские седла. Вы представляете, что будет, когда они решат обновить выездковые седла? Я думаю, там будет что-то наравне вот этих вестернских. И это... это хорошо. Меня это очень сильно радует. Так, ну давайте перейдем к нагавочкам. Так, у меня нагавочки, по-моему, лесничьих, если я не ошибаюсь, но могу и ошибаться. Так, у нас есть, опять же, к серому комплекту идет вольтрап и сочетание вот таких вот серо-фиолетовых нагавок и вольтрапа. Потом идут как раз бежево-синьки. Хорошо смотрятся. Потом бежево-коричневые, если я правильно вижу. И черные. Хм, заметьте, на них очень хорошо виден узор. И даже издалека вы не перепутайте их с чисто черными нагавками. Но, по-моему, здесь должно быть что-то еще. Уздечки. Может быть, надо в магазин съездить? Потому что, кажется, там еще волосы... Правильно говорю? Надо еще купить, и они там были. Так что надо посмотреть, почитать, что там еще есть в обновлении. Но я, насколько помню, в обновлении видела только, что добавили лошадей. Вот амуницию к ним. И также то, что будет на следующей неделе. А на следующей неделе, я напоминаю, нас ожидают время дня рождения, бесплатные лошади, кучи заданий, одежды дня рождения этого года, питомец. Ну и, наверное, что-то еще, о чем мы, как всегда, не знаем. Так что на этом все. Обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вы относитесь к этой обновленной лошадке, будете ли вы ее покупать и в каком количестве. Так что на этом все. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И удачных вам тренировок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова